Добрый день, друзья! Сегодня мы снимаем видеообзор по частичной замене масла ВКП за F8HP, чтобы поставить точку в споре о том, сколько масло все-таки влезает в коробку при такой замене. Несмотря на наш внушительный опыт, все равно находятся люди, которые сомневаются в наших словах, а зачастую и учат нас, как правильно работать. Поэтому сегодня мы пригласили в гости нескольких наших подписчиков, чтобы в их присутствии выполнить частичную замену на автомобиле BMW F30, следуя советам одного из самых настойчивых спорщиков, который не смог подтвердить свои заявления на деле и совместно оценить результат. Также хочу отметить, что до сих пор никто не приехал получить 200 тысяч рублей, которые мы обещали выплатить, если у кого-то получится залить в данную коробку более 5 литров масла. От своих слов я не отказываюсь и данное предложение по-прежнему актуально. Итак, приступаем. Пожалуйста. Для начала, сегодня мы сделаем, как в прошлом видео, все по феншую. Все как положено, все как написано на бумаге. Кстати, машина у нас стояла на улице часа 4. Она полностью остыла. Температура масла в коробке передач на данный момент у нас, покажи, пожалуйста, 36 градусов. Ну, будем надеяться, что видно хорошо. Что мы делаем? Мы для начала, естественно, откручиваем сливное и сливаем масло. Так, пробег какой еще раз на этой машине? 160. Пробег 160 тысяч. Масло ни разу не меняли. Кстати, подписчик наш падлик Пауль, который согласился приехать на нашем споре в комментариях, где у нас под нашим постом были спорные дебаты, как раз человек согласился приехать на частичную замену, дабы участвовать в нашем споре. Второй у нас подписчик это Дмитрий Некнеем Рыжий. Также хочу сказать, что в том видеоролике, где мы меняли частично масло ВКП, вторая машина у нас была тоже BMW, где мы сделали частичную замену за 15 минут. Тоже выкладывали. Сегодня то же самое сделаем с другой машиной. Да, тоже поменяем масло в коробке за 15 минут. И еще раз покажем, и еще раз поговорим, как мы это делаем, как нам это удается. Да, кстати, масло, конечно, черное, но... А у вас езда горда или трасса? Да, что интересно, ты куда смотришь, так? Ты туда смотришь, а этот упал вниз. Вот. Да. Да, пассажир, наверное, не сюда, наверное. Да, запах гари, конечно, есть небольшой, но стружек нет. Так, теперь, прежде чем, прежде чем начнем, закрутим новый поддон, хочу обратить ваше внимание на очень и очень важный момент. Все говорят о том, что да мы залили там 5, да мы залили 6, да мы залили 6,5. Но никто не говорит о том, что сколько мы слили. Тогда мы в тот раз сделали замер, показали. Я уже говорил заранее, что сольется 4,400. Вот. И мы слили оттуда реально 4,400. Так давайте сделаем сейчас замер. Просто посмотрим, сколько масла у нас слилось. То есть... Вань, давай сделаем замер, пожалуйста. Давай, сливай. Спасибо. Спасибо. Ну, да, гайс там не надо. Грубо говоря, слилось у нас 4,200. Ну, 4,100, еще там взять, еще грязь. 4,200. Вот. Теперь объясните. Мы, конечно же, сейчас все сделаем по феншу и все покажем. Объясните мне на понятном языке. Объясните мне, пожалуйста, при сливе 4,200, каким образом вы туда заливаете больше, чем 5 литров масла? Как у вас это получается? Как? Не, ну как-то, есть правила, общие правила там, как бы, без этого никак. Так, про поддельные поддоны, про поддельные масла у нас на канале много видеороликов. Можете посмотреть. Но мы сейчас, как говорится, не об этом. Да, вот наш наблюдатель очень внимательно смотрит. Может, вы хотите что-то добавить? А я посмотрел, что там номера на единочке. О, хорошо, значит, смотришь мои видеообзоры. Это хорошо. Это хорошо. Не, ну поддон пока закручивают, расскажу тоже интересную историю. У нас человек заказал 5 литров масла. И поддон, то есть он, типа, комплект сколько стоит? Я говорю, ну столько-то, столько-то. А сколько литров масла в комплекте? Я говорю, 5 литров. Он говорит, ну как 5 литров? Мне сказали, там 7 литров. Я говорю, ну слушайся, 5 литров. Если кто-то больше зальет, я дам 200 тысяч рублей. Он, ну ладно, окей. Я ему, он купил Нижний Новгород. Я, наверное, видео вам отправлю, это видео. Чтобы показали, кто-то сервис. АС сервис называется. Или как там, не помню. Вот. Типа вот. Через неделю мне звонит и говорит, дайте мне 200 тысяч рублей. Я говорю, ну каким образом? Ну как? Что случилось-то? А мне залили 7 литров масла. И с меня 6 400 дополнительно, каждый литр по 2 200, за 2 литра 6 400 с меня взяли. Я говорю, ну вас обманули. Вас просто попросту обманули. На самом деле, не дайте себя обмануть. Ребята, частичная замена масла ВКП во всех коробках за F8 HP 45, 50, 70 и 75, 5 литров. Вот так хватает. Ну, за исключением железного поддона. Ну, на М-версиях. Заливай, ровно 5. Еще раз повторюсь, у нас частичная замена массового ВКП. Мы сейчас вам еще раз покажем. У нас свой метод, абсолютно другой. Быстрый, легкий. Но мы сегодня все делаем по феншую. Так. Все, залили ровно 5 литров масла. На всякий пожарный случай. Блядь, хуй. На всякий пожарный случай, ребята. Чтобы потом никаких споров не было. Так, где у нас пустая есть? Это 430 грамм у нас должно быть. Вот, ребят. Это у нас сколько? 450 грамм. Далее. Ставим. Вот. 4686. Оттуда минус 405. И 450. И умножаем плотность. И получим плотность 845, насколько я помню. И получим ровно 5 литров. Чтобы потом никаких разговоров не было. Так, технических неполадок у нас нет. Все, приступаем. Так. Смотрим. Ровно 5 литров. И приступаем. Надо делать так, чтобы... Видно было. Видно было, да. Давайте сюда чуть-чуть. О. Ты будешь готов. Чем-то там чуть-чуть пойдет? Не, зачем? Он заведет. Не, не надо. Зачем? Я подожди. Так как 3 литра зальем, ты будешь готов. Как там первые капли пойдет, вырубай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Только не выходите, пожалуйста, с машины, хорошо? Так, ставьте, пожалуйста, на нейтралку. Так, машина у вас, это F30, да? Да. А год какой? 14. Год 14. Пробег? 124. Пробег 124. Это первая замена? В моем владении, да. В вашем владении, да. Так, время 16. Ты идешь? Время. Уважаемый наблюдатель, какое время? 5 минут 5. 16.05. Тормоз отпускайте, пожалуйста. Уважаемый. 1 2 3 2 3 4. ну что же же это же этот глицерин потому что если глицерина не будет она стрелка будет играть вот так вот чтобы она плавно показывала вот поэтому там есть глицерин глушить пожалуйста да отскажите пожалуйста который сейчас у вас время 1606 спасибо давайте пожалуйста не знаю видно было хорошо или нет надеюсь сейчас хорошо видно вот осталось 600 грамм то есть грубо говоря если взять еще вот то что суда вылилось то что вот это взять все это взять тут а то и будет 800 и того получится даже 4 200 вот как бы все легко и просто не надо спорить нас учиться правильно работать ребят я конечно понимаю для многих это как бы ну как бы не стандартно непривычно ну как так ну вот как то так двигатель масло сливаете грубо говоря пять литров заливаете же столько же но зачем тут что-то придумывать я еще раз повторюсь да многим наверное это не нравится что как так за 15 минут поменять масло в коробке передач а вот так вот вот мы меняем за 15 минут при этом соблюдаем все абсолютно все как ни крути для нас что результат до результат важен результат это что поменяли частичку сделали выставили идеальный уровень и все тут сейчас то же самое сделаем только уже за 15 минут а Продолжение следует... 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 ну собственно говоря все а скажите пожалуйста какое время время а 16 минут 11 минут прошло 11 минут ну пока защиту поставим пока кто все 5 10 еще 4 да а сейчас 10 минут минут так что вот так вот как мы за 15 минут меняем масло в коробке передач до многим это еще раз повторюсь кажется что вот блин ну как так ну смиритесь это как бы тогда реальность опыт опыт за три года обслужили 4000 коробок а ты а там не учишь как правильно работать ну ты чё вообще ку-ку что ли целом скоро прошло 14 минут 15 минут 15 минут до за 15 минут мы сделали частичную замену масла в кп да ребят вот мы такие крутые да извините никогда себе такое не позволял на сегодня позволит дамы крутые ребята всем всего хорошего ровных дорог сал